ну что ж друзья продолжим наше практическое занятие то есть вот я сфотографировал колокольчики сейчас мы их выделим зажмем control и правой кнопкой мыши на слой теперь control c вот наши колокольчики ну во первых они большеваты наверно для щенка этого или олененка сделаем чуть поменьше control t так мы сделаем так проблемка маленькая заключается в том что у оленя в этом месте сбуя то есть ну такой женчик да у нас его нет и сфотографировать ты нечего поэтому давайте мы с вами быстренько создаем такой новый слой берем перо так и начинаем вот в этом месте вот отсюда делать его сброю такую так поправляем еще раз говорю те кто не умеет это делать пожалуйста пойдите фотошоп плейлист и вам надо там просто два часа потратить и потом у вас будет все все прекрасно поверьте мне на слово я сам это прошел так смотрим но здесь немножко побольше сделаю сделаем помягче так вот такой сбойку мы сделаем сейчас вот так хорошо так она будет выглядеть теперь возьмем и какой-нибудь коричневый цвет ну допустим вот такой еще лучше если мы возьмем от вот от наших ушей возьмем пипеточку вот такой будет цвет потом мы всегда можем затемнитель и теперь скажем что правая кнопка мыши заполнить заливку контура основной цвет мы это сделали отлично убираем отсюда идем в контуры кликаем более все у нас контур убрался и теперь нам нужно будет сделать структуру здесь это делается с помощью фильтра так текстура вот этот текстуризатор возьмем известняк масштаб вот так он напоминает немножко кожи но особо не будем тут изгаляться нам этого достаточно рельеф но вот такая у нас будет кожа вот такая грубоватая немножко но пойдет окей сделали так следующее нам надо сделать объем это делается с помощью вот здесь возьмем тиснение вот так и вот тут уже поиграем белый нам совсем не нужен возьмем вот светло коричневый допустим окей так и черного тоже не нужен возьмем вот от этого чуть потемнее вот так так ну и теперь нам надо размеры делать так вот такое сделаем ну я думаю что у нас получился слишком светленький наверное хотя пусть пока будет пусть пока будет так отлично теперь мы скажем тиснение создать слой так если им это все вместе у нас это готово так если нам захочется что-то поправить то пойдем в пластику так тут нужно отключить пластики ну и тут уже с помощью кисти сделать чтобы не был уж такой жесткий да так но я все-таки чуть-чуть делаем темнее вот так и вот так так хорошо соединяем и теперь нам надо сделать будет здесь такие швы сделаем вот так возьмем опять и теперь пойдем опять в кисть возьмем что-нибудь посветлее допустим вот так вот это у нас будут швы и теперь надо определить толщину шва ну допустим вот оставим такой его сколько у нас 13 пикселей здесь моем случае это 13 пикселей и пойдем опять же новый слой создадим теперь 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 выполнить обводку контуру кисть имитирование нажатием выбираем вот так мы сделали я смотрю я смотрю сейчас это большая вата мы сделаем сейчас чуть меньше то есть для этого опять в кисть пойдем и скажем давай мы сделаем вот ну где-то 8 пикселей да окей пиксели так еще раз идем в инструмент перо встаем сюда правой кнопкой мыши и говорим выполнить обводку контуру имитирование пока не берем окей вот так все для того чтобы убрать этот контур просто заходим в контуры и кликаем вот здесь хорошо к этому мы тоже сейчас применим на тиснение вот такое тиснение применим к нему так белый тоже уберем окей и вот здесь сделаем темное количество окей все хорошо теперь можно тиснение превратить в слой соедините три слоя контур е так и теперь просто напросто ставим маску сюда вот так и берем черную кисточку и делаем шовчики почему я не рисую пунктир а потому что ребят дело в том что мы имитируем вот тут швы а они не могут быть прям точно одинаковые а если мы будем делать пунктир то мы точно получим такие поэтому быстрее лучше сделать вот такое это чуть больше или это чуть меньше ручная работа правильно есть так и напоследок напоследок мы еще раз зайдем в контуры отметим контур зайдем вот сюда под сделаем еще один слой под самой нашей пунктирной линии и теперь заполним более темным вот так так возьмем этот темный слой возьмем опять скажем выполнить обводку контура кисть надо чуть больше сделать конечно сделать 14 где-то вот так 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 и еще раз выполнить обводку контура кисть смотрим можно потемнее конечно поэтому у нас так она сильно не просвечивается давайте сделаем потемнее чуть-чуть потемнее так кисточка опять и еще раз чем хорошо мы всегда можем возвращаться затем нет высветлять выполнить обводку контура окей вот так и тоже пойдем сюда скажем все каким-нибудь вот таким образом у нас появилось ну и ребята точно самое сделаем и по нему давайте так вот у нас получился такое такая сбруя и в следующем видео мы прикрепим сюда колокольчики и поставим шарик с тенью и работа у нас будет закончена еще немножко терпения дорогие друзья вот так вот так